Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Не за горами новогодние праздники, а готовиться мы к ним уже начинаем сейчас. И один из главных атрибутов Нового года это снегурочка. Я предлагаю вам сделать сегодня снегурочку-шкатулку. Снегурочку мы будем делать из вот такой куклы Барби. Хотя можно было взять и совершенно других куколок. Нужна будет ткань для того, чтобы сделать красивое платье и наряд. Подкладочная ткань, которую мы будем использовать внутри шкатулки. Различные тесемочки, рюшечки, гипюры. В работе мы будем использовать синтепон. Пригодятся также вот такие различные снежинки. Основой для куклы у меня будет вот такой стакан из-под сметаны. Кто будет делать кукол меньших размеров, берите и стаканчики поменьше. Вариант, который я вам предложу сейчас сделать, мной был разработан еще в 2012 году. Это очень легкий вариант. Может быть даже кто-то видел, это был фото мастер-класс. Вначале мы займемся основой шкатулки. Для этого мы будем подготавливать шкатулочку внутри. Так как стакан у нас вверху более шире, чем внизу. И диаметр его мы будем измерять вот по верхнему краю. У меня получилось 29, ну пусть 30 сантиметров для того, чтобы это все можно было красиво уложить. Берем немного с запасом, чтобы не в натяжку было. Высоту от серединки стаканчика и вот до верха. Пару сантиметров прибавляю для того, чтобы сделать подворот. 16 сантиметров. Мы на машинке сегодня шить ничего не будем. Будет полностью ручная работа. И кое-где будем в помощь применять клеевой пистолет, горячий клей. По бокам и снизу прибавляем по сантиметру. Это припуски на швы будут. Так как у меня очень сыпучая ткань, а шить придется все вручную. Я немножко пройдусь огнем краешек. И будет намного удобнее в дальнейшем работать. Можно это сделать зажигалкой, можно над свечкой. Складываем ткань пополам и прошиваем. Здесь можно применить любой шов. Строчку мы прошли. А весь низ мы соберем на нитку. Сколько мы себе давали припусков на швы. Столько отступаем от края. Собираем все на ниточку. Вот так стягиваем все. Нитку закрепляем. Вот что у нас должно получиться внутри. Мы вот так же не выворачиваем. Вставляем это все в стаканчик. Выворачиваем. Примеряем все. А теперь мы готовим синтепон. Нам нужна будет полоса. Это высота стакана. Несколько слоев для пышности. Этим синтепоном мы будем обворачивать стакан. Пока я резала, у меня получилось немножко длиннее. Но я потом все загну вот так наверх. Тогда более устойчивая будет донышко. И чтобы все это закрепить, мы будем использовать горячий пистолет. У меня получится два слоя синтепона. Он не сильно толстый. Чтоб он потом у нас нигде не сполз. Одеваю на руку нашу заготовочку. Желательно, чтобы рука пролазила в этот стакан. Сейчас сюда подклею горячий клей. И приклею на донышко. Серединка донышка закреплена. Вот здесь буквально несколько стежков. Чтобы мой второй слой синтепона никуда тоже не убежал. И выведу ниточку к низу. И сейчас вот я низ просто вот так подогну. Кстати, кто хочет, тоже можно зафиксировать иголочкой. Вот так мы сформировали донышко. Переворачиваем. Очень устойчивая будет шкатулка. И вот теперь верх подкладочки я тоже собираю на нитку. Теперь я выворачиваю это все на поверхность. В принципе, оно все плотненько улеглось. Надо, чтобы шов попал под бортик. Все. Теперь тянем за ниточку. И наша подкладка улеглась. Закрепляю прям к синтепону пришиваю. Внутри распределяем уже складочки. При желании, у кого не было горячего пистолета, можно прихватить иголочкой, пройтись по краю и прихватить ткань к синтепону. А теперь на эту пышность мы будем делать уже юбку. Для простоты кроя я беру кусочек ткани, свободно заворачиваю, без натяжки. Чтобы у меня где-то по сантиметру выходили краешки по бокам. Ну, соответственно, и второй бок. То есть, это получится вырезать должна квадрат. Вот даже без сантиметра. Квадрат мы теперь складываем три раза. И нужно будет теперь для юбки получается вот такой у нас круг. Что мы теперь делаем? Мы берем иголочку с ниточкой и собираем весь краешек. У кого сыпется сильно ткань, ткань красивая бывает, но очень сыпется, пройдите опять огнем. Когда проходим огнем, не делаем жесткий край, иначе у нас потом очень некрасиво. Нам же надо будет это все прятать, будет торчать. Дошла я до конца. Теперь вставляем нашу основу в центр и подтянуть за обе ниточки. Немножечко завязали. Нам сейчас нужно будет распределить складки. Юбка у нас будет располагаться под бортиком. Возьмем толстую иголочку и сюда все-все-все мы должны будем завернуть вовнутрь. У нас ничего вот этого некрасивого не должно выглядывать наружу. Можете здесь даже сразу прихватывать иголочкой. Прям почти к бортику, к подкладе. Не бойтесь вот этих стежочков. Мы сейчас все закроем кружевом. Любую кружавку мы сейчас тоже присоберем. И проходим вот так полностью по кругу. И вот основа низа платья у нас готова. Я прошу прощения, торопилась на камеру, делала очень крупные стежки. Вот здесь они у меня видны. Вы старайтесь сразу это помельче делать. Потом все это будем украшать различными снежинками, блестками. Все, что у кого есть. Но как основа куклы шкатулки, в принципе, низ уже готов. Теперь мы дошли уже и до куколки. У меня кукла самая-самая недорогая. Я сейчас ей вот они мягкие ножки, их просто обрежу. Это мне нужно будет для того, чтобы она была устойчива. Бывают ножки, которые невозможно отрезать. Тогда просто их снимите. И честное слово, жалеть здесь не о чем мы сейчас более красивее все сделаем, чем то, что мы видим до этого. И сейчас мне нужно будет куклу эту одеть. Естественно, я не буду шить никаких платьев. Я буду сейчас из кусочков различных тканей делать и рукава, и основу платьишка. Сейчас я сделаю куколке рукава. Очень-очень простым способом. Просто вырежу полоску от одной руки по спинке до другой руки. Берется это примерно, потому что мне нужно будет даже еще и припуск добавить хороший. Вот у меня здесь получилось 20 сантиметров. А в ширину мне нужно всего лишь, чтобы вот так сделать рукавчик. С одного края немножко прошьем. Буквально там сантиметра 4-5. Вы можете использовать свои методы. Кто-то может вообще платье сшить. Стараюсь вот более упростить любой вариант. Причем, например, сейчас я так придумала. Другой раз вообще просто из кружев можно что-то сделать. Так, и вторую сторону точно так же. Надо постараться вывернуть. А теперь мы одеваем рукава. Спинка уже у кофточки у нашей есть. Можно было вырезать не прямую, а вот здесь добавить воротничок сверху. Сверху просто кусочек ткани, сложенный вот втрое, чтобы не было у нас ничего втрепанного, прикладываем. Можно прихватить ниточкой. Оделим и такой шарфик. А здесь мы его просто закроем кусочком ткани. По талии закладываем складочки и хорошенько накручиваем нитку. Основу под платье я сделала. Теперь можно будет украсить различным кружевом и сделать опушечку синтепоном. Можно из кружева сделать вот такой поднятый воротничок. Из полоски синтепона можно сделать вот так. Разрезать снежиночку. Сюда вот ее аккуратненько пришить. Пофантазируйте, попробуйте разные варианты, как вам нравится. Вверху снегурочку мы приодели. И теперь нужно нам сделать соединение от талии до юбки. Мне нужно будет вырезать кусочек картона по диаметру основы стаканчика. А теперь мне нужно будет вырезать синтепон. Первые 2-3 кружочка я делаю примерно по кругу. Вот как здесь. А уже следующие кусочки, как получится. Вот так накладываю один на один. Можно это брать обрезочки, ненужные кусочки. Все пойдет в ход. Это все нам нужно для поднятия талии. Чтобы наша кукла держалась в этой конструкции. Я должна сделать прорезь. Прорезаю вот такой прорезь, чтобы вставить куклу. Большую прорезь не делайте. Куклу нужно будет вот сюда одеть. До талии мы одеваем. Вместе с обрезками платья. Подтягиваем, чтобы у нас провисов не было. Теперь мы должны вырезать кусочек ткани, чтобы закрыть вот это все безобразие наше. Будем вырезать тоже кружочек. Поэтому таким же образом, как мы мерили основу, мы сейчас померяем верх куколки. Отмеряем полностью по кругу. От талии до талии. Прибавляем 1-2 сантиметра для пышности. И опять я вырезаю квадрат. И делаю из него круг. Собираем, отступаем где-то тоже сантиметр, чтобы потом это все спрятать. Теперь мы сюда должны вставить посерединке картон. Если ткань просвечивается, приложите сюда белый лист бумаги. И только потом его сюда уже вкладывайте. Раньше я пробовала вот этот картон вложить. Боялась, что он будет сдвигаться. И проклеивала клеем. Моя ошибка была в том, что клей проходил через ткань. Поэтому сейчас я этого не делаю. Она и так все будет прекрасно держаться. Нашу девочку-снегурочку сюда прикладываем. И затягиваем ниточки. Все ниточки, все завязочки, веревочки, все туда мы прячем. Все это соединяем на талии. Я бы здесь рекомендовала красивый бантик завязать. Можно впереди, можно его сделать сзади. Скроет соединение, подчеркнет талию. Если мы поставим куколку, как бы мы ее не закрепляли, она у нас все равно, даже если мы сзади здесь сделаем соединение, она все равно будет немножечко вот так скользить и лозить. А создав гружевом вот такой бортик, она уже будет четко одеваться сюда и сдвигаться не будет. Теперь я предлагаю сшить куколке головной убор. Никто никого не ограничивает в возможностях. Я беру круг, опять его собираю на нитку. Пытаюсь это все быстро сделать на камеру. Вообще за вечер смело можно сшить снегурочку. Перед тем, как одеть головной убор, конечно, желательно куколке сделать прическу красивую. В виде беретки можно одеть на один бок, можно одеть, можно на всю голову распределить. Я пришиваю так снежинку. Не стягиваю уже. Просто пройдусь и пришью синтепончик. Пыталась заплести косичку. И теперь, чтобы соединить обе части, нужно здесь пришить что-то красивое. Например, тоже какую-то снежинку или цветочек. Можно приклеить. Часть сюда, часть туда. Можно это все прихватить ниточками. Покручу. У меня только сейчас заметила, что бантик у меня не белый, а какой-то сиреневый попался. При искусственном освещении поначалу смотрелся как белый. Вот так пышненько получилось. Обязательно придумайте, куда можно еще добавить снежинок, блесток, и можно весь костюмчик обшить стразиками, бусинками. Друзья, у нас получилась вот такая шкатулка-снегурочка, в которую можно положить различные конфетки, шоколадки и более дорогие подарки. По такой же технологии можно сшить и просто куклу-шкатулку. А я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!